ЗВОНОК В ДВЕРЬ В салоне автобуса ДТП произошло на остановке у нового Эссена. Вот кадры с видеорегистратора. По ним видно, что автобус начал трогаться с остановки, а в это время его подрезает семерка. В результате резкого торможения в салоне автобуса упала женщина. Она получила сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, была госпитализирована. В момент ДТП в салоне находились 18 человек. И снова мошенники. На улице к 87-летней пенсионерке подошла незнакомая женщина. Представилась близкой подругой ее племянницы и попросила оказать финансовую помощь. Пожилая женщина поверила злоумышленнице и отдала ей 20 тысяч рублей. Позже выяснилось, что пенсионерку обманули. Подробности в вечернем выпуске. Посвящается папе. В городском музее открылась персональная выставка нижнекамского художника Рината Шарафеева. Более 40 полотен, написанных маслом, созданы в период жизни отца художника, ветерана Великой Отечественной войны Мансура Шарафеева. Посвятив выставку отцу, мастер представил на суд зрителей пейзажи родного края. Выставка будет работать до конца следующей недели. Необычное увлечение учеников 2-й гимназии. Они не слушают музыку или новости. С помощью радиоприемника ребята связываются с такими же радиолюбителями по всему миру. Для этого имеется специальный аппарат, но недостаточно умения просто переключать волны. Нужен еще и опытный наставник, который научит не только азам, но и тонкостям этого сложного дела. Руководитель кружка Ияс Бигбаев уже много лет учит детей этому необычному делу. О погоде в Нижнекамске сегодня плюс 5. Синоптики обещают солнце и небольшое потепление. Очередной выпуск новостей выйдет в эфир уже через 2 часа. Мы расскажем, где проходит Европейская неделя демократии и сегодня день Белой Трости. Напоминаю, связаться с нами можно по телефону 077. Также пишите нам на сайт ntrtv.ru. Не прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова